У них не было безоблачного детства. Дети войны работали как взрослые, голодали, ждали с фронта своих отцов. Решения закалили характер. С годами выработалась привычка стойко держаться и не пасовать перед трудностями. Жили в деревне и всегда боялись, смотрели, как, где бомбят, где шумят. Есть было нечего. Ходили, учили в школе, гнилую картошку собирали, колоски собирали. Тяжело было очень. Но ничего, выжили, прорвемся. С таким настроем Зинаида Твердохлеб прожила всю жизнь. По сей день, начиная тут разорядки, ведет активную общественную работу. Сегодня она в числе тех, кто пришел в сквер возле памятника чернобыльцам и труженикам тыла. В рамках партийного проекта «Старшее поколение» сторонники «Единой России» вручили Одинцовским ветеранам и детям войны памятные медали «75 лет победы». Выделили маленькое окошечко, соблюли все условия санитарии, чтобы у нас все люди были в масочках. И вручили несколько медалей нашему активу, посвященный 75-й годовщине победы. Период изоляции особенно трудно давался людям старшего поколения. Говорят, поддерживали друг друга как могли. Но живого общения очень не хватало. Радость не скрывает никто. Это поколение сегодня, знаете, это соль земли нашей. Они, эти люди на сегодняшний день, это самые активные в жизни Одинцовского района. Памятные награды получат еще около 200 жителей Одинцовского округа. Но сами медали не так важны, говорят ветераны. Бесценны теплые встречи, улыбки и воспоминания. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.